Здравствуйте, доктор. Меня зовут Ксения. У меня к вам такой вопрос. Уже не первый год с наступлением осени я каждый день ощущаю плохое настроение, усталость, у меня начинается такая апатия, которая изо дня в день перетекает. Я уже не знаю, как с этим бороться и подумываю о том, чтобы начать прием антидепрессантов. Подскажите, пожалуйста, как можно улучшить состояние, не прибегая к приему медикаментов. Доктор Ирина Никулина, терапевт, нутрициолог, изучала медицину во Франции, Канаде и России. Владеет уникальными и в то же время простыми методиками управления здоровьем. Чтобы ответить на вопрос зрительницы, она пригласила ее к себе на прием. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Получила я ваш вопрос. Очень он важный. И, поверьте, касается, наверное, каждого жителя Земли, который так или иначе заходит в осенне-зимний период. Потому что настроение действительно немножко может снижаться, появляться апатия. И этому есть две группы причин. Одна на физиологическом уровне, о которой мы поговорим, но вторая на психологическом уровне. Потому что наше настроение во многом зависит и от того, как мы воспринимаем нашу действительность. И как мы вообще фиксируем те моменты, которые нас расстраивают, вводят в нас в апатию, дают нам негативные какие-то мысли. И тут вопрос уже больше такой, наверное, персональный. Есть ли какие-то моменты, которые вы можете отследить у себя? Да, конечно. И что вы с ними делаете? Ну вот расскажите, что вас обычно в этот период так гнетет? Ну, чаще всего я замечаю, что все же это происходит осенью. Начинаются дожди, грязь. На улице очень рано темнеет и поздно светлеет, особенно уже к зиме. Я чувствую, что утром... Знаете, когда только проснулась, я уже устала. Да, да, да. Вот наступает этот сезон, и это так проявляется. Ну, кроме того, не только серая погода за окном на это влияет. Еще и я чувствую, что у меня начинается такое какое-то депрессивное состояние, оно фоном идет на протяжении всего дня, независимо от времени суток. И причем неважно, выспалась я в этот день или нет. Есть такое даже понятие, как осенняя депрессия, либо сезонно-эффективное расстройство, да, его еще называют. И как раз оно, ну вот, напоминает по симптомам то, что вы описали. На психологическом уровне, как вы сказали, сильно, конечно, выбивают вот эту серость, которую мы наблюдаем абсолютно во всем, и в погоде, и в дне. И люди начинают одеваться все во все серое, темное. Вот. Поэтому, конечно, этот фактор играет роль, когда просто не хватает какой-то яркости, не хватает каких-то впечатлений. И, конечно, не нужно в это время года быть слишком требовательным к себе, потому что в любом случае, когда идет вот это межсезонье, организму требуется очень серьезная адаптация. И на это идет очень много ресурса, очень много энергии, потому что идет некая перестройка циркадных ритмов, да, которые запускаются дневным светом и влияют как раз на цикл бодрствования и на цикл сна. И поскольку у нас меньше света, у нас меньше гормона бодрствования, да, кортизола. И, конечно, это тоже сказывается на нашем настроении. Что еще нужно помнить? Когда у нас осенний-зимний период, и вот наступает вот эта темнота, да, когда не хватает естественного освещения, получается, что у нас в усиленном режиме начинает синтезироваться гормон сна, мелатонин. Очень много хочется спать, на самом деле. Мы так устроены. Но что нужно помнить, что в организме есть еще такой гормон, как серотонин, наверное, вы слышали. Это гормон радости как раз, который дает хорошее настроение. Наверное, он понижается в это время. Да, вы совершенно верны. Сказали, почему? Потому что очень интересно, что и у серотонина, и мелатонина есть один предшественник. Это аминокислота трептофан, которая используется и на строительство мелатонина, и на строительство вот этого нашего гормона радости, да, серотонина. И если у нас много мелатонина, когда весь ресурс он забирает под себя, то, соответственно, очень мало остается ресурса для выработки серотонина. И поэтому это тоже может играть вот такую роль, когда мало радости, что называется. Плюс я не знаю, как у вас меняется ваша социальная жизнь в осенне-зимний период, но очень часто бывает, что люди реже выходят на улицу, реже встречаются с друзьями. Есть такое у вас? Это так и есть. Хотя, знаете, это довольно-таки странно. Я на самом деле жду осень. Мне больше нравится прохладная погода. Она комфортнее, чем лето и жара. Осенью у меня день рождения. Но когда она приходит, мне становится, знаете, уже не так радостно, как просто думать об этом. И начинается хандра, и предшествует такой праздник, когда хочется очень радоваться. Но на самом деле такой радости, к сожалению, нет. Хочется немного дистанцироваться. Близких, которые окружают меня в домашней обстановке, вполне достаточно для того, чтобы коммуницировать, общаться. И нет такого желания постоянно встречаться и веселиться, как летом. Ну, вы знаете, здесь иногда можно себя, ну, чуть-чуть переселить, знаете, вот просто вытащить. Почему нужны социальные контакты? Потому что любые социальные связи, ну, даже с родными в семье, да, либо с какими-то друзьями, во-первых, это всегда новая информация, да, какая-то. Это всегда имеет вот такой бодрящий эффект. Вот. И когда у нас социальные связи происходят, особенно когда мы можем с кем-то обняться, да, лишний раз поцеловаться, у нас вырабатывается вот на уровне физиологии такой гормон, как называется, окситоцин. И это гормон комфорта, гормон расслабления, гормон тоже такого позитивного, хорошего настроя. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы в вашем ежедневной жизни, да, количество социальных контактов не уменьшалось. И вот мы поговорили, да, о том, что немножко всё серое, и всё вот так вот гнетущее, и мало света. Поэтому очень важно, чтобы у вас было хорошее освещение. Не экономьте на электричестве, особенно после того, как вы утром встали. Важно хорошее освещение. Постарайтесь оставлять какие-то яркие предметы. Я включаю все лампочки, которые у меня есть в кухне. Прекрасно. Очень хорошо выходить на улицу тоже, да, чтобы вы ловили и основное освещение, потому что оно очень важно для запуска вот этих циркадных ритмов и выработки гормона бодрости, кортизола. Очень важно окружать себя яркими вещами в принципе. Пусть это будет дома яркий плед, пусть это будет яркая одежда, пусть это будет какой-то яркий аксессуар, пусть это будет музыка. То есть всё то, что вызывает у вас вот такие подъёмы эмоций, да, и приятные ассоциации. И, конечно, очень важно высыпаться и отдыхать, потому что на работу головного мозга, на работу эндокринной системы очень сильно влияет качество сна, особенно у женщин, нужно ложиться до 12. Не знаю, во сколько вы ложитесь. Иногда бывает очень поздно. Это значит... По диоритмам я сова, я могу не спать всю ночь, потом спать день. Я замечаю, что когда хочется в эту пару осеннюю больше всего спать, если спать очень много и долго и часто, видимо, организм к этому привыкает. И потом уже просто хочется спать очень много, гораздо больше, чем просто я делала это до этого. Ну, это прям, конечно, непросто соблюдать ритмы, но нужно стараться это делать. И с точки зрения сохранения вот этого цикла сна, цикла бодрствования, и с точки зрения работы эндокринной системы. Потому что женщины, особенно мы, да, очень гормонально зависимы, да, мы живём своими циклами. И сегодня уже доказано, что эндокринная система, скажем, перезапускается, да, ресинхронизируется с нуля до двух часов утра. И если мы этот промежуток пропускаем... Я могу не спать абсолютно в это время. То, конечно, очень сложно ждать бодрости, энергии, хорошего настроения. Откуда ездят? Потому что наша система, она нервная система, эндокринная система, они просто не в состоянии дать нам вот эти серотонин, да, и окситоцин, и допамина, гормоны удовольствия. Потому что мы, ну, условно, не создаём нормальных условий для того, чтобы они могли синтезировать вот эти вещества. Поэтому всё-таки очень важно высыпаться. Сложно, наверное, будет сразу, если вы ложились там в 3-4 утра, засыпать в 12. Но если каждый день вы хотя бы на 15 минут будете ложиться пораньше, ну, там, не знаю, сегодня там не в 3 утра, а без в 15-3, там, через несколько дней, там, в полтретьего, да, старайтесь пораньше ложиться и пораньше вставать. Ну и не стесняйтесь прибегать к помощи некоторых средств. Это могут быть фито-чаи, такие как мелиса, как мята, которые будут вот таким успокаивающим эффектом действовать. И можно также использовать гомеопатическое средство таблетированное, которое не только уберёт излишний стресс и тревогу, которые тоже иногда могут, ну, негативно так нами восприниматься, но самое главное, это средство поможет выровнять фазы сна и соблюсти оптимальную структуру сна, чтобы было и фазы глубокого сна, и фазы быстрого поверхностного сна. Когда фазность вот эта соблюдена, вы гораздо лучше отдыхаете и в гораздо большем ресурсе просыпаетесь. Поняла. Ирина, могу задать вопрос? Вот вы говорили о трептофане, кажется, да? Я уже, учитывая то, что это состояние происходит со мной каждый год, и оно будто усиливается, видимо, это от усталости. Я просто думала о приёме антидепрессантов, и если их принимать, то тогда там содержится как раз химическое вещество трептофана, и это оно позволяет как-то влиять на организм. Смотрите, прежде чем назначать себе антидепрессанты, я бы попробовала внести коррекцию в образ жизни и принять во внимание все те факторы, которые могут вас вводить в плохое настроение. Если всё-таки вам будет поставлен диагноз, что это истинная депрессия, тогда антидепрессант должен подбирать квалифицированный специалист. И мы с вами должны понимать, что это такая уже прямо очень серьёзная терапия, которая, к сожалению, может иметь ряд побочных эффектов. Что касается трептофана, с помощью диеты вы можете увеличить количество продуктов, которые богаты трептофаном, чтобы у вас вот этот ресурс, из которого будет не только мелатонин синтезироваться, но и гормон радости серотонин, было больше. Где содержится трептофан? Да, как раз хотела спросить, какие, например, это продукты? Триптофан содержится в мясе, в морепродуктах, в сыре, в бобовых. Поэтому если вы включите вот эти продукты в ваш рацион, то тоже у вас будет больше трептофана. И с точки зрения диеты очень важно включать в рацион продукты, богатые магнием, потому что магний очень нужен для работы нервной системы. Это все зелёные листовые овощи, это те же семена чия. Ну и, конечно, рацион должен быть разнообразный, без избытка простых углеводов, каких-то трансформированных жиров, которые, наоборот, будут выдавать вот эту усталость, тяжесть неприятную и могут вызывать неприятные эмоции. Ну, на самом деле, наверное, сегодня все аспекты мы не успеем проговорить. У меня есть телеграм-канал, который также называется, как наша передача, просто о здоровье. И я очень много информации там выкладываю и по питанию, и по образу жизни. Поэтому если у вас есть желание узнать немножко больше, подписывайтесь. Буду рада отвечать и на ваши вопросы там, да, и делиться полезной информацией. Да, я благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Если на фоне стресса нарушился сон, гомеостресс восстанавливает сон и уменьшает дневные проявления стресса. Для взрослых и детей с трех лет. Гомеостресс. Здоровый сон. Здоровый день. Здоровый день.